Памятник я делал, в памятник вложился, и памятник стоит, и, конечно, вот вспоминаешь все, что происходило со мной, вот с вами, это все, конечно, отрезок жизни. А Мусаджали, человек, слова которого писаны кровью, я это повторяю за классиками, он бесспорный в плане своего поэтического составляющего, но это такие немножко общие слова. Ну вот, думаешь действительно про себя, вот что можешь сделать ты перед ликом смерти, вот, естественно, Мусаджали, это пример, мне, вам, всем. Не знаю, что, что вот о чем говорить. Здорово сделал, что говорить. Прекрасно сделано, там характер передан его, смотрите, читать будете, подойдете через какое-то время, сходите к нему, прочитав его вещи, и его слова, вот, все, и увидите, когда время проходит, значит, и глаза смотрят, и сердце, значит. Это так, да, вот в интернете, значит, я листаю, я листаю кроники, мне это очень любопытно. И все, что на грани какого-то предела, будь то письма с фронта женщины любви, или стихи героев, или, значит, людей, которые поднимают, поднимают в атаке, значит, своих солдат, будучи тоже солдатом, а потом став героями Советского Союза. Вот, вот, думаешь, а что предшествовало этому? А предшествует что-то, и можно, в общем, это предшествующее героя можно прочесть, можно распознать по поступке, по словам, по каким-то шифрам. Вот, я думаю, что Муса Джалиль – это та фигура, которая будет расшифровываться вечно, потому что это действительно истинная поэзия в майопитских тетрадях, в майопитских тетрадях. Можно вопрос? Да. А вот когда у вас возник такой образ, вот, то, что там… А я работаю по конкурсам, вообще-то, и в силу того, что, как бы, ну, считаю себя профессионалом, художником, вот, я по заданию делаю свою работу. Но как делается задание? Это же неформальная какая-то ситуация. Это обязательно надо вникнуть, это надо обязательно прочитать, это надо знать. Вот, и начинаешь читать, читаешь, 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 и тебя начинает колыхать, потрясывать. И как вот начинается этот процесс, по сути дела, это и есть вдохновение. И ты уже ничего другого не видишь, и ты понимаешь, что это твоя сверхзадача, тебе ее надо сделать. Вот, ну, тогда, когда этот конкурс состоялся, вот, в нем принимали участие люди, которых я знал, и они знали меня. Ну, естественно, сокрыты же эти конкурсные работы. Ну, там комиссия идет, она не знает, где чья работа. Она вскрывается потом, когда голосование уже конкретизировано. Вот, и в деле конкурса, конечно, вот, Абдулхан Абдурахманович, Упан Мусеевна, и бывший председатель, не знаю, сейчас, может, он тоже, Казани, Союза художников, председатель, он, значит, сейчас, как же, забыл. Абдулхан Абдулхан Абдурахманович был в конкурсной комиссии. Ну, вот, вот, они посчитали, что, значит, в моем проекте есть неформальная структовка. И, вот, таким образом, от эскиза начался проект. Ну, Абдулхан Абдурахманович огласил, это тоже, наверное, интересно знать, хоть и маленький такой исторический фрагмент или биографический. Когда, значит, собирает художников, оглашает, что, значит, в Татарском церкви, в культурном, в актовом зале, значит, он и Чулхан Абдурахманович будут говорить о Мусее Джалиле с точки зрения рекомендаций авторам, художникам. Вот, и самый такой горючий был Абдулхан Абдурахманович. Он позадачил, по большому счету, у нас художников. Ну, что-то вот. Абдулхан Абдурахманович. Да, своим, своим думающим. Я попробую. Сын молдавского народа. Что хочу сказать. Вот, молдаванин, он прочувствовал Мусе Джалиля, может быть, даже больше, чем датаринский. Пушкин своего рода. Тем, далее, в Уфе кто был, видели памятник Салавата Юлаева. В таком виде мог изобразить только представитель малого, в свое время загнанного в горы, осетился по народу. И лошадей знал. И лошадей знал. Так что, вот эти чудесные вещи происходят в памяти Жукова. Да, и не конь. Да, и не конь. Да. Юрий Викторович, вот с чего начался у вас Мусе Джалиль? Со школы, или знали, со стихотворения, или с фотографии, или с рассказами? Вот с чего он, вот комочек, клубочек, с чего он, с какого момента? Скажите, пожалуйста. Или вообще не знали его, а потом... Нет, нет, ну как же, мы же в школе учили, ну так вот, чтобы это, допустим, коснулось, по большому счету, моего сердца. Это вот лишь только тогда, когда я стал его активно читать, приступив к работе, скажу по-честному. Вот. Ну а школа, это такой проходящий момент, тем более. Не каждый в юности может что-либо до конца понять и прощущать. Что мы читали, Лермонтова, и Пушкина, и Толстого, фолианты разве нет? Так вот проходили, а потом уже, это совсем другая литература. Все полно и ничего лишнего. А как вы догадались, вот книжечку подчеркнули, у него очень молодежно. Ну, Магриевские тетради, ну а как же, как из них? Сказали, вот там сквозь проволока идет, это понятно. Это прямо говоришь. Магриевская тетрадь, это закрытая крепость, это же он узник. Ну, были разговоры по поводу того, что, значит, там надо сапоги одеть получше, значит, рубашечку получше. Вот. Но мы парировали по этому поводу аргументом, что все, что было получше, носили предатели. И вопрос был снят. То есть у вас расшумурованные ботинки, распахнутая, то есть раскушивая. Ну, башня народная. Узника, узника, узника. А вот правая рука что означает по вашему? То, как стена валится, как он свободен, он отрывается от стены и не прилипает к ней. Ну, это... Я силу народа, я душа народа. Ну, все-таки хорошо. Спасибо. Спасибо большое, Олег Министрович. И сейчас я предлагаю послушать стихи. Я приглашаю сюда большого друга нашей библиотеки и государственного коммунистерта, журналиста Дужеку Смитинова. Добрый день всем. Я бы хотела начать, если вы позволите, тоже о стихотворении из маминской тетради. Я эти стихотворения люблю с детства, не вычитала маму, прям с малых лет. Оно шуточное, как ни странно. Вот, кстати, очень часто задавались вопрос, как, ну, сажалийных, а здесь таких сложных условиях, психологических и прочих, ну, сумел написать именно вот такого мемористического плана стихотворения, да. Но познающие люди, они считают, что, скорее всего, это была попытка отвлечься, попытка, может быть, как-то перенестись, ну, то есть, проще перенести вот эти театры в этой жизни, потому что именно вот такие вот стихи, даже по признанию еще одного автора, в целом, сейчас я не вспомню, кого, как он говорил, что юмористические стихи, в общем, они пишутся лучше всего на его же сложные моменты. То есть был еще один вот такой человек, если я не ошибаюсь, по-моему, я говорю о писателе Фанисии Рулина, насколько я понял. Вот, о стихотворении, я думаю, что всем известно, называется «Ходящая». Я это прочитаю на катарском языке, знаете, наверное, да? Ну, давайте еще раз просто вспомним о силе и о умеществе человека, Да, человека, который вот, находясь в такой ситуации, сложнейший, да? То есть он мог еще вот немножко вот так даже немалить, да? Это же о чем говорит, о большой силе характера. И так, «Ходящая». Ходящая. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Для того, чтобы мы имели возможность читать эти стихи, некоторые люди тоже приложили усилия определенные, пожертвовали где-то самым дорогим, кто-то жизнью. И вот выяснилось не так давно, что в городе Подольске проживает начатая племянница Нигмея Терегулова, которую я попросила... Нигмея Терегулов, кто не помнит, это один из людей, который привез в Малипийскую тетрадь в Казань в связь писателей. И я попросила ее кратко рассказать о том, как это происходило. Но, к сожалению, сегодня она не смогла быть, как и уже говорили Смептухан Грахманович и Иодус Нуревич, к сожалению. Также Лиле Ханум не получилось быть сегодня, но небольшой такой рассказ мы аудио записали. И я хочу ее представить сейчас, вашему маму. Она рассказывает интересные подробности, которые мы больше не узнали. Я Анина Валерия Ислановна. Моя мама, девичья фамилия ее, Терегулова. Терегулова Батария Суповна. Ее дядя, Игнатий Регулов, во время войны был тоже в тюрьме, сидел в Моабийской тюрьме. В Моабийской тюрьме, в той же тюрьме, где и Мусаджарий сидел. Он пытался оттуда бежать. Ему это вначале не удалось. Его там поймали, избили, бросили в подвал. В таком несможденном состоянии. Очень я тебя уже, наверное, плохо чувствовал. Уже обессиленного. Обессиленно лежал. В полуживом состоянии. Что голодные. Сил не было там бегающих. Бегающие крысы, которые начинают их там грызть не мог. Сил не было их даже отогнать. Ну, когда они вернувшие из морщины и подумали, что он уже мертвый, его взяли, выбросили в помойную яму. Утром работник кухни вынес ледо с помоями и стеклами и вылез в эту помойную яму. Видимо, на него попала теплая вода. И он застанал. Когда работник туда посмотрел, он узнал в нем своего односельчанина. Фамилия этого мужчины, Утяшев. По фамилии помню, а как зовут, уже не помню. Ну, как тетя рассказывала, что он был сыном гармониста, сельского гармониста деревни Каргалы Благодарского района. И после этого, когда стемнело, его вытащили. Наверное, уже как работники столовой, его выходили, выкормили, спрятали. После чего он уже смог там убежать. Ну, организовали ему побег. Он, как я слышала, он был, воевал даже во французском регионе. И женщина по имени Мария помогла ему выехать оттуда. И когда он собирался уже уезжать, ему партизаны передали махабитскую тетрадь у Сыджалиля. И он под стилькой сапога привез эту тетрадь в Россию. Ну, зная, что на границе будут очень строго проверять все. Ну, при езде в Россию он вышел с этого поезда, в котором ехал, и уже на таких, на товарняках, каким-то, ну, спасаясь там, скрываясь, переехал, перешел к границу. Потом он пришел, приехал в Уфу, зашел к своей сестре, к младшей, ветерана АПА, да, и передал ей тетрадь. После этого, там, в Чешмак, по-моему, он вернулся в Чешмак, достал все там поезда, все в поезд, и когда приехали уже в Уфу, он был чист, то есть при нем ничего уже такого не обнаружили, тетради уже не было. После этого он вернулся, съездил в родное, там, село Каргалы, там, где все родственники во время войны собрались и жили. И потом уже, после Каргалы, вернулся, забрал эту тетрадь и поез тетрадь в Казань, чтобы передать. и там он передал эту тетрадь через женщину, так вот ее с Варей, не помню. Но в Казани его там кто-то увидел, короче, его там арестовали. Арестовали и объявили его врагом народа. после этого уже я его не видела, он семью не видел. И никаких следов, где он находится, как он там, никто ничего не знал. И когда даже жена просила, хотела отыскать его, вот это его младшая сестра, Микеря Арбам, я разрешила его искать. Ну, наверное, все это делалось с одной стороны, чтобы не наблить на себя какое-то подозрение, как жену врага народа. Конечно, жительная, бедная жительная страдала в таких условиях, тяжелых условиях. После этого жила в какой-то комовке, в подлоге, помещении. сынами взяли в институт, объявив его, сказав ему, что детей врагов народа мы не учим. Но, несмотря на это, он закончил техникум, работу в мастерном заводе очень долгое время. И вот шел и с вами в декабре месяце 2016 года. 2016 года. Когда его дедушку реабилитировали, то вернули ему честное имя, сыну вернули его вещи, там были часы, остатки денег. Ну и все. В этом дело закончилось. я встречалась, ну и не часто, но встречалась с его женой. Такая была хорошая, очень добрая женщина. Они познакомились во время учебы в юридическом факультете на РАП-факе. Собирались стать юристами. Ну и вот война не дала осуществиться их замыслом. И такая тяжелая судьба оказалась в них. Ну вот и все. Что могу сказать? Спасибо. Скажите, а после реабилитации и возвращения имени, честного имени вашего дяди, потом выяснилось, как его жизнь закончилась, что происходило? что его расстреляли, расстреляли, как врага народа. Все. В ссылке, да? А фамилия этого мужчины, я уже говорил, наверное, который вытащил его из ямы, помог ему. Фамилия в чашу. Вот такой интересный рассказ оказался. Ты много слушаешь и понимаешь, наверное, только часть тех ужасов, какие происходили в этой тюрьме, и что потом люди переживают, если человек вернулся с войны, и один раз увидев свою семью, больше никогда не имел возможности видеть, знать, что происходит, расти сына, с дочерью у него было два ребенка, сына и дочь. И дети еще очень долго расплачивались за то, что эта маловитская тетрадь была вывезена и передана людям. Вот такая вот грустная история. И еще Лилия Ханом сказала, она не стала уже это говорить здесь, просто она лично сказала, что вот наш один из самых видных ученых Нигмакуллин, они тоже имеют родственные отношения с Тереголовым и им пришлось добрать фамилию одних из родственников своих, бабушки, если не ошибаюсь, для того, чтобы иметь возможность учиться и какие-то вот... Там получился так, они Тереголовы и Скандаравы, когда поступил в институт, он кончил, потом участвовал в атомном проекте, ядерное... Вот он взял имя отца, как фамилия Нигмакуллин ставки. Раз уж опять выскочил, то у меня есть к вам просьба ко всем. Давайте от имени нашего сегодняшнего, нашей сегодняшней встречи обратиться к руководству национально-культурной автономии города Москвы, организовать организовать экскурсию к месту, где попал плен Муса Джалиль. Это под Великим Новгородом, в 12 километрах, так называемое село Мясной Бор. Там огромные кладбища, во-первых, там кроме Мусы Дялилия охоронены выходцы из Татарстана, вторая ударная армия, которую сдал Власов, и поэтому некоторые даже думают, а, Власовская армия, ничего подобного, Власов сдался, а солдаты продолжали воевать против немцев, сдавшихся, вот, ни одного трупа, что он повернулся, пардон, спиной к врагу, нет, все вперед, короче говоря, туда не мешало бы нам съездить, экскурсии организовать, экскурсии здесь организуются в Касимов, почему бы летом за свой счет мы скинемся, автобус есть у нас у одного человека съездить в эти места. Мы мясной бор, вот эти комплекс посмотрим, и, к сожалению, в Великом Новгороде улица имени Мусаджалиля всего 2-3 дома. Вообще, это какой-то переулок получается, улица Мусаджалиля. И ту сделали в центральной части города. При любой перестройке ими это может исчезнуть. Все-таки хорошо бы, если бы власти Нижнего Новгорода какой-нибудь проспект, новые улицы строятся, присвоили более стационарно, чтобы неизменимо было. поддерживайте мою идею поездки. Может быть, не одно. У меня вопрос. Идея хорошая, идея хорошая. А на что сбрасываться тогда? Автобус едет в лесу? Автобус не наш. Есть, который навстречу нам идет. Он, его личный автобус. Вопрос решается за мной. Решается вопрос. Нет, он не понял. Али ведь бушкавы на себя и вовы. Бушкавы на себя. Али ведь все. Шаг сагнул, ах-ка, и все. Надем. Есть, что у нас есть свободный трактор. Я в том же русле в 38-м году, а в 35-м году его приглашают возглавить литературный тел в консерватории. По 38-м год он занимается, когда он возвращается в 39-м это зависит литературный счастье. И в это время руководили журналом и всем прочим. Ребята, в 35-м году можно было такое сотворить, а кто нам мешает сейчас? Мои предложения. В этих стенах зерна он голос слышал заведения других- других. В этом заведении, если мы организуемся, соберемся, должен быть усилище или как это называется? Как называется? Колледж. Из как? Искусство? Нет. Центр искусства. Колледж, да. Колледж должен быть. Понимаете? Это примитивно просто. Кадров полно, желающих есть. Давайте в этом вопросе собираем подписи идем до Путина, до Трампа. Родина поможет. Кто против? Потом я всех запишу, потом каждый будет подписываться. права на правительство. Ахматаба, до Коли можно входить. Извините, такой настрой. Такой настрой вы сказали, господи, понимаете? Масфер запченов каждом округе по школе создать. Надо было от имени родителей собрать количество учителей. Нигде ничего не дадут. Ахматабзеев, школа искусств, вот дома саду раньше было, но почему, ребята, почему? Кружки есть, занимались. Это мы сможем друг друг менять сомнениями. Штык, позор. Буквально несколько слов. Хочу сказать, что вершиной музыкального искусства татарского является опера Алтанчач. Музыка была написана нашим великим, можно сказать, композитором Називом Жигановым. В 16-м году у него тоже был юбилейс, то есть было 5 лет ему исполнилось. И эта опера была написана в Творческом Союзе с Муссой Джавелем, то есть Либреты написал Муссой Джавелем. Помимо этой работы их связывала композитора и поэта связывала крепкая дружба. Это несколько слов об этом. еще также большой пласт поэзии Муссой Джавеля является стихией, на которой была написана музыка. И сейчас я хочу пригласить вас послушать произведения написанные на стихе Муссой Джавелем. Музыка написана. Он хочет стихи почитать на стихе скромно. А у нас будут почитать на стихе чтение стихов будет чуть позже. Один мужчина одна женщина. Вот. романс называется Дулка Нар. Стихи Муссой Джавелем. Музыка написана. Теперь я ближе к дверям выбегай. Тихо-тихо. Один номер мужчины другой женщины. Макар. Исполняет лауреат международного конкурса Наиля Дусметова и лауреат всероссийского конкурса Джамиля Сагирова. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Всем известный факт, что Мусаджалит в стенах этого здания вел литературный кружок Иравзапа Кострова, о которой сегодня говорил Ахмед Абы, тоже была одним из членов этого кружка И сегодня нам захотелось подчеркнуть какую-то тему преемственности поколений, наверное И мы пригласили вновь образовавшееся молодежное уединение, литературное, которое называется Калем Можно перевести как Перо И молодой человек, который является руководителем, автором людей, человеком-вдохновителем, который собрал за себя единомышленников, молодых начинающих поэтов, писателей Мурат Бекарнаев, я его хочу пригласить, познакомить с вами И вот попросила вам сказать о том, как они видят в перспективе свою работу и почитать что-нибудь из своих Здравствуйте, сегодня для меня действительно это большой, значимый день Потому что я родился именно в Узбекистане, в городе Бухаре Мои родители, они сами родом из Уфы И моя бабушка, она очень любила читать мне стихи, рассказывала о различных писателях Вот, но в дальнейшем, когда мы переехали с родителями в Москву уже Как-то тяга, ну, после кончины моей бабушки, к поэзии, она как-то немножко угасла Но со временем у меня появился интерес к поэзии, к написанию Потому что я увидел, что происходит среди молодежи, среди моих сверстников Ничего не оставалось духовного именно в школьные годы И идея возникла создать писательский, творческий коллектив, как можно его назвать, да, так Потому что очень много молодежи, которая пишет, очень много Но именно прочесть свое творчество фактически не удается нигде Либо говорят заплатить за аренду помещения Также говорят, что вы не состоите там где-то или у вас нет знакомых А мы с ребятами, сегодня присутствует тоже вот Твейсан, выйди, пожалуйста Она помогала мне вообще, именно была как частью, наверное, инициатора этого всего Потому что, если бы не она, она, знаете, она помогла именно в плане того, что Она сказала, да, действительно, молодежи это нужно Потому что молодежи некуда идти, кроме клубов, кроме, опять же, кальянов и так далее Вот, и у нас возникла идея вместе организовать этот писательский центр Вы сам можете рассказать тоже, в принципе, о идее И как вообще тебе, почему это вот так сложилось Всем большое спасибо, очень приятно здесь находиться, в такой душевной компании С знающими людьми, уважаемыми Мы, вот, Мурат Магу уже сказал Погромче Ребята хотят общаться Ну, хотят делиться своим творчеством и хотят получать поддержку, помощь Возможно, расширяться Возможно, получить какое-то там замечание в том-то, ну, в определенном, не знаю В общем, получать критику и поддержку людей, друг друга, делиться своим творчеством Вот, это вот в трассе Сейчас хотелось бы прочитать свое произведение Которое называется «Друг или советник» Произведение на русском языке К сожалению, с написанием на татарском у меня немножко туго Но я понимаю татарский язык А, скажи мне Ты мне друг или советник? Тишина Так кто же ты мне? Друг или просто советник? Вновь тишина Остановись Остановись Бытует мнение и легенда Что тишина Может быть другом Честное слово Или же вовсе советником Вновь тишина Где-то там вдали Мчатся стаи мыслей в голове у других О чем же ты мечтаешь? Друг мой Вновь Пол пятого утра И тишина В комнате За окнами Дождливо и пасмурно Запомни В мире Где бытует Миллион легенд И мыслей Никогда не будет Друзей Знаешь ли Да что ты знаешь О дружбе? Что ты знаешь О дружбе? Тишина Ответь мне Каждый раз Мы закрываем глаза Перед сном Задумаемся над тем Что есть дружба Что есть добро Что ненависть Что в нас Нас порождает зло Так давайте будем Чуточку добрее Друг другу Друзья Это вот вкратце Такое мое произведение Спасибо И хотелось бы Пригласить сразу же Всех На наш вечер Поэтический Который будет Я думаю И надеюсь При поддержке Татарского центра Где-то в мае И если у кого-то Есть какие-то Идеи Именно в развитии Писательского клуба Я с радостью Готов Принять Ваши знания Вашу информацию Которой вы владеете Ну и конечно Мы будем рады Сотрудничать с людьми У которых Больше Знаний в этой сфере Вот И хотелось бы Также отметить Что этот писательский клуб Он организован Да При татарском центре Но Читать произведения Участники данного клуба Могут на различных языках Потому что Поэзия Это не знание Своего языка Поэзия Это часть нашей души Которая скрывается в нас И каждый Именно Пишет Ее Своё творчество На том языке Который ему Очень Симпатизирует Потому что Красиво То стихотворение Которое написано Словами Автору Которого Влюблён Вот Спасибо Что вы все пришли сюда Я надеюсь Что в дальнейшем Мы все вновь увидимся Соберёмся И конечно же Ждём вас На нашем первом Торжественном вечере Всего доброго Есть какие-то вопросы Может у кого-то Сколько Фамилии Как? Беконаев Мурат Беконаев Муратович Что вам попросили? По профессии Я занимаюсь Общественной деятельностью Общественно-политической Деятельностью По профессии Да Вы называете? Нет Я по образованию Юрист Окончил Юридическое Помимо этого Я ходил В ТЮЗ Галины Именно-Жигановой МХАТ Который находится В Сергиево-Посаде Вот У меня была Очень большая мечта В детстве Стать актёром Но не получилось Не сложилось Родители были против И сейчас И сейчас Наверное Создание Вот этого Писательского центра Для меня Является Сдвигом В осуществлении Какой-то маленькой Своей мечты Чтобы радовать Людей Стихами Начинающих Поэтов Вот А профессия У меня Да Вы правильно Сказали Политическая Деятельность Во мне Она присутствует Но в малой степени Я занимался Именно партийной Деятельностью Это было Где-то год-два Это молодёжная Палата Но в дальнейшем Я начал заниматься Юридической Деятельностью Вам сколько лет? 21 У меня 21 Да Уже окончили Юридические Да Да Всё Спасибо Рахмет Рахмет Мурат Я чувствую Я чувствую У него У тебя крылья большие Вдохновение тебе Будет часто приходить Спасибо Оставаться таким Как есть Мы пожелаем Устехов Я хочу сказать Пару слов Только о кружке Муса Диалиля Там были Начинающие Даже Школьные Ученики Например Абсалямов Который вырос Пластик Татарской литературы Он Школьником Ещё был В то время Туда же Входил Один из Впоследствии Диалилевцев Метростроевец Ахмед Симаев Который Вышел Родом Из Пензенской Области Из соседнего Скучушево Села У него Тоже Вначале Немножко Стихи Корявые Были Но Получились Потом Ещё Поработали Потом Посмотрите Вот они Собирались Друг Другу Читали Писать Что написано Критиковали Недостатки Друг Другу Учились Начинание Очень хорошее Пожелаем Вам успеха Потом К вашему Сведению В Москве С 1924 Года По 1934 Год Когда Уже Образовался Союз Писателей СССР До этого 10 лет Работал Работала Татарская Секция Московской Ассоциации Пролетарских Писателей В этой Ассоциации Несколько лет С 1928 Года Несколько лет Был Мусадь Али Так что Писательский Коллектив Здесь В Москве Татарский Был Крепкий Но Некоторые Более Считавшиеся Классиками Сюда Не вошли Например Сюда Не вошел Известный Романист В 1937 Году Его не стало Это Махмуд Галяу Внучатый Вернее Племянник Маржани Чихабудина Маржани Вот Он Здесь Творил Махмуд Махсуд Здесь Творил Всю жизнь В Москве Он Оставался Ахмед Файзи В Москве Свое творчество В общем Здесь Очень Культурная Литературная Жизнь В Москве Кипела Течь Ганеева Течь Ганеева Ахмед Герекей Ахмед Герекей Прекрасный Я его не хочу О нем Говорить Потому что Я его как поэтов Уважаю Но если он предателем назвал Мы судье Олилия Для меня он не существует Чтобы вот и татарские учили желание такое Молодого нашего писателя Мы его должны и обязаны поддерживать Что он будет у нас великим человеком Что мы ему желаем его начинания Что мы тебя все поддержим Что ты молодец Что берешься за это дело Таких смелых людей надо уважать Ищи Молодец Тем более он вырос в другой культуре Дорогие друзья Мы очень благодарны За то что вы не остались Вопрадушными Пришли к нам сегодня И сегодня у нас присутствуют Многие яркие представители Катарской общественности Не только Катарской Москвы Еще раз хочу представить Наш старейший Ахмед Рабыгалимов Писатель Очень известный наш Мустахин Янил Абзы Катарской Москвы Катарской Москвы Катарской Москвы Писатель Эфиатулайфин Диключушек Писатель Журналист Заместитель главного редактора газеты Катарской Москвы Ахад Газизович Мухамедов Обязательно. Мы еще не заканчиваем. Я просто хочу ответить. Юрий Викторович, заслуженный художник России, автор «Памятника» в Москве. Флора Кануба, финансовая певица, автор песен. Кто не знаком между собой? Здесь хочу, чтобы узнать, какие люди интересные. Оператор Андреев Дракипов, кинооператор известный. Марс Адугарипов, тоже старейший в нашей общественности. Никого не знакомы. Хотела всех отметить, поблагодарить за то, что сегодня здесь присутствуют. Ну а сейчас я хочу перейти к части заключительной, когда приглашаю наших авторов почитать свои стихи. Хочу предупредить, что все желающие могут еще 20-минутный фильм посмотреть. Документальный о Мусе Джалиле. Это уже как бы не программа по желанию. А сейчас приглашаю сюда Ахат Мухаммедов. Добрый день. Это капитан первого ранка, подводник. Капитан первого ранка, подводник на севере был. А теперь он, видите, стал гражданским. Даже не похоже совершенно на северном лице. Но он стал писать стихи, понимаете? И еще у него недостаток, огромный-огромный недостаток. У него сволочная память. Это что-то неправильное. Нехороший, плохой он. Можно я добавлю? Два слова. Окончил высших литературных литературных литературных. В этом возрасте найти мужество. Пошел в литературу. Входили туда. Для него был праздник для меня. Давайте рисковать, брать пример с таких красавцев. Он пишет на татарском, на русском. Когда ты издаст труды, надо помочь ему. Не надо, не надо. Ах, это вы высшие литературные курсы окончил? Ну, недавно. Я его уже четвертый год называю молодым специалистом. Потому что он молодой, веселый и вдохновенный. Рахматин, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я счастлив тем, что я прикоснулся к поэзии нашего великого соотечественника Мусей Джалия. И горжусь тем, что мой отец, он на 4 года старше, Мусей Джалия 1902 года, Муса Джалия 1906 года. Вот где портрет в его форме? Отключите. Сейчас будет. Так вот, мой отец, вот, это старший политрук Муса Джалий. Мой отец, также старший политрук, именно начинал войну вместе с Мусей Джалией на Волховском фронте. Но, по счастливой случайности, мой отец, я не знаю, может, они и не были даже знакомы, потому что фронт-то был огромный, но мне отец после войны рассказывал о том, что он как там воевал, как он вышел из окружения. Когда немцы окружили Власовскую армию, а моего отца с последним санитарным поездом успели отправить в тыл России, Советского Союза. И только поэтому мой отец остался живым. И прошел всю войну. И когда, а он в 1956 году умер, он еще не знал, что Мусу Джалия, а его только в 1957 году присвоили звание Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии, а мой отец уже умер. То есть, мне остается только гордиться тем, что мой отец воевал на одном фронте с Мусой Джалилем. И вы знаете, что в начале февраля, 74 года тому назад, закончилась Великая Сталинградская битва. И вот месяц рождения Мусой Джалиля совпал с окончанием и с победой в Сталинградской битве. И вот я хочу вам прочесть сейчас стихи. А у моего отца было четверо братьев еще и две сестры. И все они воевали во время Великой Отечественной жизни. Один погиб из моих его братьев Абдулла. А остальные все возвратились кто с ранениями, кто живыми. И вот я хочу сейчас прочитать с творением близкого друга сестры моего отца. Их уже нет в живых. Мой отец сражался в Сталинграде. И прошел его кромешный ад. Я теперь храню его награды, в их числе медаль за Сталинград. Никогда он не сорил словами, о войне ни слова не сказал, только ночью скрижетал зубами, да во сне отчаянно кричал. танки под калиберным. Ребята, за Сталинграде, за Сталинграде, за Сталинграде миллиард Seconds. Ведь он